Кормильцы региона. Профессиональный праздник отметили в четверг работники сельского хозяйства. В честь торжества в фойе Ивановской филармонии развернулась гастрономическая выставка. Попробовать ивановский хлеб, молоко, колбасы и прикупить что-нибудь вкусненькое домой мог любой желающий. Главу региона встречали хлебом и солью. По обычаям старинным встречаем караваи, пустя дарчик вам придет. По словам специалистов, сельское хозяйство региона демонстрирует устойчивый подъем. За 2016 год объемы производства важнейших пищевых продуктов значительно выросли. Например, хлебы стали производить больше на 28%, колбасных изделий на 24%, рыбы на 34%, а сыра и творога больше почти на 6%. В будущее смотрим с таким сдержанным оптимизмом. Посея на зимы идет спашка зяби, заложены семена под урожай следующего года. То есть сельское хозяйство живет, развивается. И я думаю, что 2016 год мы завершим с плюсом, пусть и небольшим, но с плюсом. Область обеспечивает себя почти всем необходимым. Обработать, довести до готовности, представить продукт покупателю. Вот что сейчас особенно важно. Например, получать не только молоко, а молочные продукты. Творог, сметану, йогурт, кефир. Не просто мясо, а колбасы и полуфабрикаты. Что очень ценно для меня, то что многие сельхозпредприятия делают сегодня переработку продуктов для поставки в торговую сеть. Поэтому они сегодня их можно найти уже и в торговых сетях. Ивановцы все больше и больше потребляют наши, ивановские продукты. Лучших тружеников села и сотрудников профильного департамента губернатор поздравил лично. Несколько человек удостоились почетного звания заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.